опять же по моему миссия не на расстройку 23 очка войск значит что то серьезно возьмем четыре дополнительных очка и возьмем на эти четыре очка единорога он будет лечить наших многочисленных требований да без строительства меня больше всего бесит что здесь хотя и без строительства есть шахты надо было переодеть артефакты те артефакты которые надеты они надеты специально для сражений с войсками ладно я думаю по бокам ничего нету вот пусть все бегут наши древние ускорять замедлять плюсом минусом на нампаде не звуковые с нампад у кого нет нампада ну что ж сами разбирайтесь как вам действовать действовать на рейтинге удобно что пауза на пробел то есть можно всегда включить свой пробел отлично вроде бы никто сильно не ранен мы много опыта наберем сколько у нас тут опыта всего 9 300 всего 9 300 всего 9 300 у нас замечательно вот отсюда похоже скелеты и тупые как вы видите у них повреждения не очень большие а это разрушить надо пещера темные гномы вообще я не понимаю здесь какие то гномы именно не темные они какие то больше алкаши и гастарбайтеры настоящие а вот темные гномы это действительно истинные истинные арицы как я люблю говорить темные гномы они мастерят волюмов как те же гномы из варкрафта ну из вортов варкрафта по крайней мере а вот эти вот гномы они больше гномов из кхазмодана напоминают ну обычные они в принципе больше любят бухать там бородатых женщин сношать гномы и женщины они же бородатые это еще гимли сказал о властелинных колец или же ну да они короче он говорил по моему что они похожи на гномов мужчины поэтому никто не знает даже если видит гномов женщин то вряд ли от отличит их от мужчин итак 4 копыта всем демонам но у нас демонов нет тем не менее мы сможем это продать уже не зря сюда пришли переставим на очень быстро нельзя продвигать я уже думал что здесь все как все прям команды казалось что все же не все а на день если тень будет прокачиваться это будет к счастью она уязвима к оружию материалу хотя странно то есть тень она наоборот должна быть уязвима больше к магии а физическому повреждению не уедет но эти люди должны быть обладают моей логикой которые делали эту игру моя логика это нечто страшно дракон надеюсь с ним сражаться не будем прошу прощения упирайся по 5 да я тебя убью я давать им я сейчас на тебя наорует из бога и думает а а он у у у у у у у у у я вообще не понимаю, что это за дракон, что он нам говорит. Он какой-то сумасшедший. Но, впрочем, он любит уединение, и это хорошо. Я тоже люблю уединение. Ааа. Темные эльфы. Так, может, я помогу? Вот именно. А если бы я сам был темным эльфом, я чтобы на своих напал? Или это не фракция за ним охотиться, а именно отдельные темные эльфы и урки? А, ну, победа, свадьба. Всего один артефакт. Вы победили! Сотнюю очков опыта получил тоже фигула. Это всё отвратительно. Зарава. Ну, сначала с орками разберёмся. Империя сложнее всего. В принципе, я не знаю, за кого мне играть. И вообще... Это, видимо, опять же, на раскачку героя просьба. Без строительства. 15 очков. Странно, мало для такой миссии. Ну, поэтому у нас денег много, а мы возьмём ещё 300 очков дополнительно. Не 300 очков, а 10. Да, возьмём два этих и на остальное от древней. Мы пользовались всего лишь один раз лечением. У древней довольно много жизней. Для таких... Зараза на расстройку. Миссия. Ну, да ладно, какая нам разница. Мы будем феями. Феям нужно много кристаллов, кажется. В нормальном режиме всё это делаем. Сразу же строим. Ну, я не знаю. Двух, наверное, хватит главной срани. Ваши приказания. В древней нельзя засовывать башню. Давай уже, переманивай. Построено на славу. Доступны новые войска и постройки. Да, сразу же качаем до второго уровня. Что там ещё мы можем построить, помимо главных зданий? Кольцо феи, строя. И шар чудес. Это Грейд, по-моему, на опыт как раз таки фейский. Он даёт. Требуется больше кристаллов. Кристаллов больше. Ваши приказания. Малыш, ну зачем тебе ведь и кристаллы? Доступны новые войска и постройки. Неужели уже прогрейдилась? Да, уже прогрейдилась. Ну и отлично. Вот эта вот штука мне срочно нужна. Требни не могут залазить. А, могут залазить, но я пошлю их в кристальную шахту. Надеюсь, они по два считаются в шахте. Да, и вот ещё вот эта вот устроена, сестра. Захватываем тут всё. Нет, нет, стоп. И мы пока можем эти корпусы самостоятельно упить. Хотя они нас тоже заразили какой-то каким-то дерьмом. Ну, в принципе, у нас достаточная скорость, и мы можем убежать. Пока. Ваши здания атакованы. Они меня достали, эти здания. И так, магический источник также построен. А здесь, конечно же, качаем вот это вот. Жаль, очень жаль, что у Фии нет рынка. Получается, что ли, прикон, то нам нихрена не даёт. Что у них за юниты и делается за золото? Здесь за камень и за ману. Это за кристаллы. Вот представьте, то есть это делается сприган за золото, но он и за железо. Их имеет смысл строить только что. А вот вышки это способ... ...заработать кристаллы. Вот это мне в этой игре нравится. Что вышками мы зарабатываем кристаллы. И мана даже не восстанавливается. Замечательно. Исследование завершено. Качаем главное здание, качаем... ...всё наше главное. ...вы не по уровню мне, понятно. Я с трёх ударом любого из вас люблю. А вот и нежить. Нежить это опасные люди. Бывшие люди. Поэтому нам нужно поторопиться. Замечательно. Вот эти тупеньки компании мне только на руку. А я не понял, они типа друг с другом в войне. Да, вот опять качаем улучшение. Замок Грёвц уже третьего уровня. И Шар Чудес. Там мы качаем опыт. Вот для опыта требуется золото. Скорость для воинов-фей это очень круто. Похоже, оркам скоро настанет Ат-Израиль. Вот. Лепрекон. Таких были приконов в империю добавили, так им бы цены не было. Доступны новые постройки. Доступны новые постройки. Доступны новые постройки. Продолжение следует...